горячий темперамент гномов готов согреть эти холодные земли и ледяных темных эльфов приветствую вас друзья с вами вирус в общем мы этим горным парням и беда не беда да дайте им кружку или и будет все и по коленам хотя что-то у них так и не останется до колена только в их мечтах туда дотянется так ну ладно сдаем ход как говорится не придирайтесь и не хватайтесь за микроскоп так выше о но вот сейчас есть шанс кстати избавиться от ногтела в коем веке выше и действительно устроили полномасштабный штурм этих земель она она победила применяется быстрое окружение но она по идее победила но она не разрушила не захватила это плохо может быть сейчас стири он доделает она разбила гарнизон время только вас похвалил выше эльфа давайте как-то соберетесь вы сейчас так эти земли ты забрал это хорошо единственный минус сейчас то что я оставил кстати говоря хелеброн позади не стал с ней сражаться решил проскочить и скорее забрать ее территории за то что она может в итоге напасть не на меня а напасть на алито на аулито нара там стек слабенький вроде бы конечно он отправляет туда подкрепление но не факт что это подкрепление дойдет если те кто там есть потерпят поражение есть такой шанс что они просто не пойдут так а здесь хотеп забрал да уже это поселением они вот так вот обменялись краюшками хлеба так эльфы отступили эти эльфы встали в засаду я могу пройти сейчас через мост даже если мы попадем засаду плевать уничтожаем главное сейчас посмотреть как далеко ведьма ходит все равно сейчас немножечко похитрим уходим от сражения захватываем город хотя это где во втором риме писали или в первом даже риме в подсказках да говорили что обычно уничтожаются армии а потом берутся города но в total war совсем иная вся фигня то есть особенно во втором риме порой было выгоднее о тут еще и этот пришел к нам и здесь зашевелились смотрите здесь прям зашевелились но они разделяются хотя бы хотя бы силы разделились так вот по факту получается что захват поселения во втором риме лишал снабжения армии и армии начинали нести потери поэтому там имел смысл держать оборону сдерживать армии при возможности избегать сражения захватывать их территории и пусть они теперь штурмуют у нас на своей же территории это прям работало очень замечательно в свое время и подожди помогала побеждать дикая охота окончена гром брендов на тебя тут охоту объявили прям знатно она не дотянется до черного столпа но я-то тоже на самом деле до столпа не дотянусь но я дотянусь до харга нет а в целом это меня устроит сейчас здесь но он даже засаду тот стек поставил так что по факту на меня не дотягивается хотя искусственный интеллект он понес потери нежелательные но опять же я надеюсь наш сладенький не добежит сладенький останется с этим разобрались дим зад ну как я и говорил в принципе на территории врага он будет восстанавливать потери эффективнее но сейчас есть смысл мы все равно никого не теряем разбить просто чтобы не нести дополнительные потери поселения подбираться к поселению кровавны мы не сможем она возможно нападет на хар кальдру и здесь мы бой дадим но выиграть вряд ли будет под силу гарнизону не можно кстати говоря обновить здесь состав но здесь не нанять за один ход а смысл тогда нам это делать вообще не вижу красный регион сдаем конечно же его ломаем и все забываем про все а ну-ка есть ней просто ради интереса любопытства стоило взглянуть так стрельцы подъедут через один ход уже будет тут что-то интересное горняков я думаю можно вообще выгонять этих на ней нам здесь не сдались можно даже гном их больно было бы распустить это чуть позже так выдвигайся втор анли эту армия все равно отправлю на север судя по всему собирать новую сейчас будет затрат на экономик это позволяет но при этом не стоит забывать что новые земли стоит еще также раскачивать да и здесь он деньги уходят быстро что мы можем сделать мы можем попытаться устроить заказное убийство с небольшим шансом устроить нападение тоже с небольшим шансом на основной стек либо с повышенным шансом на второстепенный стек и я думаю как раз таки здесь мы это попробуем сделать но он не удачник сожалению он не удачный новый стек можно собрать здесь и подумать над тем чтобы наверняка магорон защитить все-таки здесь город приличные вложения ощутим и терять их не хочется скорость исследования стоимость строительства ну давай возьмем тебя хотя властитель рун полезней просто по способностям у него менее приятно но здесь мы сможем хотя бы сразу взрыв сделать а это может подсобить определенных ситуациях лучше наверное так и сделать так нанять тебе уже вряд ли позволят кого-то поэтому берем элиту которая есть бомбическая сила артиллерии тебе в помощь и пару мстителей в том числе все деньги идут на найм хотя давай серную пушку нифига нам обычно серная пушка поинтереснее боеприпасов меньше но зато бьет куда существенно имеет всякие дополнительные свойства хорошее но что посмотрим пойдет ли она на харр кальду либо она все-таки перебросит свои силы и сейчас укрепленный на грунт будет брать то есть у нее может работать триггер раз я подтянул подкрепление туда сейчас она потянет видео возможно я сделал хуже потому что гарнизон от этих стеков отбился бы скорее всего да а вот если подойдет сама невеста то уже она будет не наша невеста там лучше разделять и править по отдельности шансы у городов будут если стеки совместно то нет ты идешь в ту сторону но по факту идешь в эту столь как я обожаю эту логику искусственного интеллекта так возможно ускорять за вами не важно сейчас наблюдать за темными уже конечно смысл есть она на ускоренном да прется там нет кстати просто не дает восполнять не потери смотрите чё за маневр который любит использовать искусственный интеллект просто не дать мне восполнить потери то есть стек который однозначно не потянет никогда в жизни армию которая сидит внутри города но смысл в том чтобы просто я бы предпочел чтобы они даже поймали нас засаду мы прошли так что у нас не зацепили а корректировать чуть идти правее чтобы наверняка попасть засаду тоже был не лучший вариант мы бы тогда не дотянулись до города азазель объявляет войну да азазель объявляет нам ничего ему тут вся хаусня сейчас проснется так осада идет ну отлично отлично кровавая ушла и более того даже второй стек пошел мимо по идее мы этот стек сейчас можем мне кажется осилить армию развернем и она вернется тем же путем которым мы шли через горы тем же путем спокойненько просто без проблем обнаружена засада органит вот сорван поселение в осаде обнаружены засада совершить налет на любой регион рабы вон хауса до на или земли нужно совершить полет а то они обнаглели нас грабить здесь сейчас надо упрыгивать сваливай поселение бросаем просто зачистили от паразитов но ты конечно гадость редкость на и сейчас под ударом мы можем оказаться сразу двух армий оставаться уже органите особого смысла нет мне кажется сейчас побеждай упрыгивай к союзнику и восполняй потери а судя по всему белому гном придется немножко изменить план план был хорошему придется изменить пушки тоже нам нужны можно их кому-нибудь выдать ну а ну-ка подожди самый дорогой по содержанию все-таки это отряд пуш драма бои железные ящеры вас мы выкидываем и пушки 3 хода и эта армия выдвигается на север три хода и они уже будут стремится нам помочь так отлично вот сейчас у него получилось сейчас он справился с поставленной задачей покоцал в целом большего и не надо здесь гарнизон вполне предсказуемо побеждать когда я увидел что только одна армия выдвигается я знал что уже гарнизон справится скорее всего сам поэтому ты все равно после восстанавливать потери нанимаете серные пушки и мне кажется сейчас вернется кровавая леди кровавая леди вернется ну а здесь нужно будет сейчас сражаться лично что иначе нам предсказывают первую победу тени ну слишком хороши а ну-ка по рельефу что у нас тут ну леса не так минуту погнали тени рядом но я насчет артиллерии сейчас не переживая мы будем обстреливать теней да их не видно но мы будем отдавать приказ просто стрелять в зону а полководец скорее всего будет виден полководец виден значит мы сможем расстреливать их и получать преимущество полководец действительно виден полководец действительно здесь там где надо но мы уходим вот сюда что вы строите вы можете использовать передовое развертывание развертывание вот где-то здесь тени сто процентов можно отдавать приказ накрывать ту зону если они не сдвинутся через некоторое время но хотя они могут двинуться на нас уже прям сразу но иногда это реально дает триггерит прям очень сильно искусственный телек прям пинком их заставляет идти в бой так ты разворачиваешься в ту сторону герой здесь шахтеры пока сюда артиллерия бей вот сюда причем трупы будут появляться если мы попадаем и убиваем трупы будут появляться и приказы вон какие-то перемещение отдаются но пока никого не убили во 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 вот они они трупы появляются все никаких сомнений все по классике отряды рядом с ней стоят сейчас можно еще вдобавок ко всему отправить снайпера он бьет по идее дальше чем тени но единственно тени могут стоять чуть ближе чем наши если что призыв духом призыв нашего боблина так они пришли в движение стреляя по полководцу полководец все равно двигается быстрее чем отряды поэтому сейчас в движение будет проще так немножечко ошиблась нанесла ура себе а вот они они тени а вот они тени появляются в полдень до все погнали гарнизон просто бежит вперед открывает нам глаза скажем так артиллерия работает по этим красавцам хотя сейчас можно прям всю артиллерию направить по этим красавцам работать ну и герой естественно в том числе бегут вперед и в Продолжение следует... Ну так, бегом. Снайпер, ты все равно добивай эту мерзопакостную деваху. На все наши силы окружают темных эльфов. Снайпер, ты все равно добивай эту мерзопакостную девушку. Снайпер, ты все равно добивай эту мерзопакостность. Снайпер, ты все равно добивай эту мерзопакостность. Уничтожить их всех. Хотя там уже справиться наши без проблем. Здесь просто дожимаем. Все, артиллерия отставить. Эльфы трусливо бегут. Но добить здесь надо сейчас как можно больше. Добить надо по максимуму. Удобно, что тени на самом деле легко. На первых этапах игры появляются у темных эльфов. Плюс ковчеги, которые быстро прокачиваются. Из ковчегов можно уже теней нанимать. Поэтому в этом плане... Ну... Тени сильны, мощны. И темным эльфам... Даже из таких вот вроде бы мелких фракций... Наносить хорошие разящие удары. Можно. Они способны огрызаться. Гарнизон поселения. Даже гарнизон понес небольшие потери. Жаль здесь восполнить потери нельзя. Иначе могло быть все сейчас иначе. I am the fight loss. Противник-то погиб в битве. Его мы размазали. Но сейчас нам приходится... Тактический маневр делать. Уходить на земли союзников. И восстановить потери здесь. Так. В подземных насадах... Сопротивление выстрел... Давайте сопротивлением выстрел возьмем. Я бы даже сказал... Слишком долго я ждал. Прокачать эту... Способность. Не сдаем ход. Смотрим, как действуют наши враги. У нас тут две любительницы крови. Одна во имя Кхорна, другая во имя молодости. Да и красоты. И обе очень интересные сейчас могут совершить маневры. Блин, но Тирион тоже не добил. К сожалению, все-таки против Ноктила Высший Эльф так и не умеет здесь воевать. Ну, сами. Не умеют. Но они его не уничтожают. К сожалению, не вот так. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Культ удовольствий. Культ штанина есть самых больших удовольствий. Но несмотря на то, что отгрызалась Маратия, ее все равно вон чинят. Два поселения вон Хатеп отжал, плюс еще одно поселение лесные. Ну, Харгане-то она возвращает сейчас себе. Хотя, смотрите, она не штурмует, она его осаждает. То есть, в теории, мы могли бы сейчас взять, прыгнуть обратно и отбить осаду Харгане-то. Но там извращуга. Можно сказать, третья девчонка подходит к нам. Третья красотка. На вкус, конечно, и цвет, как говорится, красотка. Но на вкус Лаанеша самое то. Судя по всему. Так что прыгать назад мы не будем. Зигвальд вмешался. С Зигвальдом она замирилась. Вот это вот порой, конечно, очень печалит, когда искусственный интеллект вот так вот легко мирится с врагами, которыми воевал на протяжении долгих-долгих ходов. Просто потому, что нужно испортить жизнь игроку. Даже не потому, что сейчас вроде бы как выглядит еще неплохо. Мы вторглись в их земли. Там они объединили, чтобы остановить меня. Вроде бы это вполне логично, если обыграть с этой точки зрения. Но просто я знаю, что искусственный интеллект это не так представлял себе. И мы просто, если хотим себя как-то успокоить, можем вот такую иллюзию сознательности ему накидать. Так, капитуляция неизбежна. Ну, через один ход город сдастся. Записано. У нас уже вот такая тяжесть сейчас идет. Так, гномяу. Мы можем... В целом, кстати говоря, он дотягивается. Он дотягивается. И... Может быть, он даже потянет этот стэк сейчас. Блин, на ускорение мы тоже не поможем. Тоже. Сейчас мы не поможем. Аскверно будет жрать нас. Мещально. Ого-го. И королевна ушла, да. Королевна ушла прям... Защищать свою столицу. А у нее сколько территорий вообще? У нее три города и все три, вот они. Все три, они вот тут рядышком. Все три, они под боком. Абсолютно. Так, ну если ты идешь сюда... Кстати, разведчика можно было бы на Великую арену отправить, посмотреть. Но мне кажется, Великую арену сейчас надо будет брать лично, штурмовать. Великую арену нужно будет штурмовать лично. А здесь... Ну давайте, окей. Ну а в тобой верят. Отдадим тогда ему. Ну в этой провинции у нас с плюшкой инс, можно продлить, но пока не знаю. Так, останься здесь. До города ты не дотянешься. До колхоза нашего. Имени Великого Грубни. Так. У него тоже был свой броневичок по-любому. Это жгном. Алочный, жадный и бронированный. Восполнять потерю, наверное, полностью сейчас не будем здесь. Она захватит город. И по идее армия уже двигаться не сможет. А этот на следующий ход уже ничего не... Хотя он сможет еще нам воткнуть палки в колеса. Он может еще на нас напасть. Но здесь ничего серьезного такого. Ну элитные отряды имеются, конечно. Он даже вон наших гномов, кстати, мобилизует. Мы сейчас упрыгаем вот сюда. Упрыгиваем здесь. На следующий ход, я думаю, лично сразимся, чтобы минимум потерь понести. Уничтожить вассалов королевы. И спокойненько восстановить потери. Скорость для пехоты. Форпост мы не строим. Хотя деньги есть в целом. Но пока из эльфов я никого подтягивать не буду. Давай-давай-давай, улучшим. Нам нужно торговать. У нас торговля много. Хотя вот в благородных рыцарях храбрых, да? Там как бы есть ведь от товаров недостаточно, и торговать не могу. Тебе нужно наштамповать больше товаров. Такие вот они. Рыцари чести. Там своя, конечно, тусовочка в этом плане. Сейчас, с другой стороны, может даже будет важно отвлечь внимание на себя этих историчек от Алита Нара. Чтоб Алита Нар немножечко закрепился на севере. Он пусть захватывает Красные Земли. Красные Земли у него вряд ли будут иметь такой шанс, как у нас, в восстании. Они будут развиваться быстрее под руководством искусственного интеллекта. Мы их полностью оставим в его руках. Пусть цветет и пахнет. Пахнет и цветет. Но, с другой стороны, чтобы альянс эльфов и гномов, кстати, укрепить и такой вот момент отыграть, можно все-таки форпост построить. И подтянуть союзников. Лучниц. Красавец. Даже не латарскую стражу, а вот именно. Магических лучник. Может копейщиков каких-нибудь. Может дракона. В общем, сейчас посмотрим. Займусь строительством форпоста все-таки. Денежки сейчас увеличатся. Здесь уже можно ускоряться. Что делают союзники, мы увидели. Хотя пропустили, что делают враги. Не успел я отжать, они прям пролетели в них. Слишком мало действий. Мирный договор. В целом, он готов подписать мирный договор. И... С жабой у нас отношения отвратительные. Ну давай я сам, если что, на следующий ход открою. Посмотрю отношения с жабой. Насколько они отвратительные все-таки отношения. И если они уже заруинились, то мы, конечно же, с тобой поработаем. Вот он грабит же земли. Ее, считай, же землю грабит. Но она город не взяла на этом ходу еще. Город еще не взят. То есть, мы сдадимся на следующий. Да нет, в конце хода, похоже, сдадим. Но я думал, к ее ходу мы сдадим как раз поселение. До измора я уже не помню. Было ли у меня когда-нибудь, чтобы... Я пытался полностью измором город взять. Но искусственный интеллект в 3-й вахе любил таким заниматься. На релизе. В оригинальной компании. Он прям злоупотреблял этим. Нет, капитуляция неизбежна только на следующем ходе. Все. 0. До нуля, мне кажется, я вообще не доводил. Мне кажется, я не доводил. Так, ладно. Пока я помню про жабу. Но четвертый уровень силы отношения... Ну, отношения не особо приятные. И... Она сама себе подписала такой договор. Глэдлорд. Приговор. Она не хотела. Ну давай. Хорошо. С тобой мы договоримся. С твоим хахалем мы уже в военном союзе, поэтому с тобой тоже сблизимся. Не такой, конечно, тройничок представлял себе Громбрин дал. Но что поделаешь. Ну, триумвират, естественно, о союзе речь идет. Так. Не подумайте ничего такого, да? Ай... 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 Об остальном... Уже мы поговорим поздняк с тобой. Так, союзники. Запросить армию. Но у нас еще нет очков, чтобы запросить армию. Кстати, запросить армию. Давненько уже не пользовался этой темой. Закислив тогда, это прям тащило нас. Помните? Мы заселяли за счет этих всяких стеков имперских. Которые сражались на нашей стороне. Вот в башне можно все, что угодно. Либо в святилище. Ну, это одна и та же провинция. А можно и в этой, да, земле? Ну, отличий нет. А, это тоже одна вся провинция. Даже четыре провинции, все одно. Ну, тогда святилище. Давайте в святилище. Защитим. Гномы защитят эльфийскую святыню. Почти как гусыню. Так, а у тебя что можно подкараулить? Сильвериновая гвардия. Ну-ка, подожди, я таю. Отменить нельзя. Ладно, хорошо. Там просто какой-то один дополнительный отряд у них есть. А, видите, здесь нет. Но есть дриады, поэтому, скажем, там даже на три отряда больше эльфийских можно подтянуть. Ну, по-любому. Вечные глины, либо то. Ну, ладно, давайте вечные глины эльфов будем защищать. Кто, если не мы? Особенно, если подкрадутся темные эльфы, то защита глины это... Это прям... Благодать. Наковальня, ущелье. А в самом дереве, скорее всего, Хатеп построил уже. Поэтому нам бы там строить... Плюшку. Но я не успел. Надо было раньше чесаться. Пока мы были единственным союзником. Он в святилище. Наступающие в тени тоже будут доступны. Уникальный элит. И, кстати говоря, с элитонаром теперь особо вот эльфом выше можно получать, да? Доступ к таким отрядам уникальным за счет союзничества. Это круто. Так, монолиты твоя столица. Башня черного света. Давай ее будем защищать. А ну Иврис и вообще список тут не помещается. Светилище Лоэка, Курнуса. Стражи Астарила. Ну, кстати говоря, этих стражей здесь нет. Смотрите. То есть здесь появляется стража. Здесь стража шпиля. Толь Иврис. Небесные ястребы. Есть. А тут появляется... Ну, артиллерия. Появляется колесница. Появляется дракон. Ну, дракона мы, если что, подтянем от других. Появляется феникс. Ну, феникс тоже, если что, от других. Огненный дракон, я надеюсь. Так же мы подтянем от прочих фракций. Сестры есть. Вот я хотел проверить, есть ли сестры Ави Лорна у тебя. Вот этот отряд я хотел бы подтянуть. Ну, если что, мы сможем перенести. Правильно? А сейчас вот здесь возведем. Там интересные отряды намечаются. А нам очки союзников скоро девать некуда. Введем в город. Заходи. Теперь элиту точно распускаем. Элита уходит. Мы можем троих нанять. Так, долгобороды с тяжелым оружием. Мы нанимаем обычных долгобородов в любом случае. И можно мстителей объединить. Сейчас. Их автобой не любят. Ну, мстителей его нелегко сливают. Мстители как бы и погибнуть хотят. Их и брони мало. Их искусственный интеллект очень любит сливать. Ты у нас... Сейчас разведка здесь доложит, что никого не видно. По-хорошему тебе бы идти грабить эти земли. Поэтому пока выдвигайся на границу. И на следующий ход пойдешь грабить. На следующий ход пойдешь... Зачем мне обычно автожили? Серны лучше в этом плане. Пойдем штурмовать там. Ну, а здесь нам нужно все-таки штурмовать поселение с собственными силами. Да, обещают низкие потери. Но нам и тот город обещали, что возьмем малой кровью. А в итоге пришлось покидать город, чтобы нанести удар. Битва будет в поле. Но сражаться уже будем мы в любом случае в следующей серии. С нее прям и начнем с этой битвы в следующую серию. А на сегодня пока все, друзья мои. Норскийцев уничтожим. Норскийцев здесь мы точно уже похороним. Это союзники невесты вмешиваться не станут. Останемся с ней тет-а-тет и с ее подружками. Которые подходят с востока. Восточные подружки. Можно даже так сказать. Ну, а на сегодня все. До скорых встреч. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока.